Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками в студии Мария Коноплёва. И вот о чём мы расскажем вам сегодня. Не летите, люди, в Африку гулять. Накануне в соцсетях появилась информация, что путешественников, прибывших из Египта, будут отправлять в обсерватор. Мы проверили эту информацию. В пятом классе они учатся разрабатывать компьютерные игры. В Березниках продолжаются уроки цифры. Я не волшебник, я только учусь. В Березниках стартовала самая добрая новогодняя акция «Ёлка добра». Начну выпуск с трагического происшествия. Сегодня утром под колесами самосвала погиб пешеход. Авария случилась напротив моста отряда. 34-летний водитель самосвала ехал в сторону Усолья. В этот момент вблизи пешеходного перехода дорогу перебегал 52-летний мужчина, житель микрорайона Любимов. Он спешил к остановке на улице. Было темно, и водитель не сразу заметил пешехода. Избежать наезда не удалось. От травм мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Предварительно виновникам ДТП признали пешехода, так как он перебегал дорогу в запрещенном месте. К слову, многие горожане жалуются на этот участок дороги. Он не освещается уже много лет. На пешеходных переходах есть специальные кнопки, которые включают фонари. В этот момент водители должны понимать, сейчас будет переходить человек. Хотелось бы предупредить участников дорожного движения, в частности пешеходов, что на данном участке Кунгой-Соликамск до Усолья имеются пешеходные переходы. На них установлены кнопки для включения дополнительного освещения пешеходных переходов, для привлечения внимания водителей. Также такие же кнопки и такие же пешеходные переходы у нас установлены на трассе Перм-Березняки. Все сделано для того, чтобы пешеходы были видимы для водителей. Что касается освещения, дорога региональная и отвечает за нее край ГИБДД еще в прошлом году потребовали сделать освещение. Чиновники ответили, сейчас разрабатывается проект. После будут искать подрядчика на установку освещения. Сколько потребуется времени, не уточнили. Продолжив выпуск, в Южной Африке бушует новый опасный штамм коронавируса – омикрон. Чтобы обезопасить наших граждан, правительство приняло решение отправлять на самоизоляцию людей из некоторых африканских стран. Накануне местные путешественники забили тревогу. В сети появилась якобы новость о том, что прибывших из Египта будут на 14 дней помещать в обсерватор. Сегодня наш корреспондент Ксения Калугина связалась с Минздравом при Камье и выяснила, что из многочисленного потока информации правда, а что фейк. Накануне вечером местные туристы улетали в отпуск отнюдь не с легким сердцем. В сети появилось сообщение, что прибывших из Египта будут прямиком из Большого Савина отправлять на двухнедельную обсервацию. Как сообщалось, под удар попадут прибывшие еще и из ЮАР, Гонконга и Великобритании. Правда, сразу возник вопрос. Египет – популярное направление. Каждый день оттуда прилетают сотни пермяков. Где власти возьмут столько коек? Сегодня мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Пермского края, где сразу пояснили, что информация недостоверная, поскольку по постановлению главного санитарного врача двухнедельную изоляцию должны соблюдать лица, прибывающие из Ботсваны, Зимбабве, Королевства Лисота, Республики Мадагаскар, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга. Но дыма без огня не бывает. Наблюдения за путешественниками все же усилят. И обсерватор в Перми уже действительно готов. 13 декабря в Пермском крае открылось обсервационное отделение на базе городской клинической больницы номер 4 на 40 коек для пациентов с новым омикронштаммом коронавируса. Обращаем особое внимание на то, что в обсерватор будут направлять только пациентов при выявлении у них на это показаний. По приезду из страны из нового списка вы не только соблюдаете самоизоляцию, но и двукратно сдаете ПЦР-тест. По результатам станет понятно, попадаете вы в обсервацию или нет. А между тем в Египте все спокойно. Мы связались с березняковской путешественницей Елизаветой Кондратьевой. Сейчас она находится в Хургаде. И по словам девушки, русскому отдыху ничего не мешает. Привет, известняками ТВ. Мы отдыхаем в солнечном Египте, в Хургаде. Погода отличная. Немного беспокоены сообщениями об облегательной обсервации с сегодняшнего дня. Мы возвращаемся завтра. Но уже видели о провершении этой информации, поэтому мы не переживаем. У нас все классно. Ну а мы передаем им привет из заснеженных березняков и ждем обратно. Путешествуйте, но не забывайте следить за своим здоровьем. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушки, Новости Верхнекамья. На фоне коронавируса было много вопросов о том, пустят ли родители на утренники в детские сады. Роспотребнадзор Прикамья рекомендовал пускать мам и пап на новогодние выступления, но по QR-кодам. Пока это только предложение. Также ведомство рекомендует запретить праздновать Новый год несколькими группами сразу. А вот основные правила остаются в силе. Родителям разрешат присутствовать на утреннике, если так решит заведующий дошкольным учреждением. При этом мероприятие должно проходить с учетом всех санитарных правил. Нужно использовать средства индивидуальной защиты, измерять температуру, соблюдать дистанцию, проветривать и обеззараживать помещение, а также обеспечивать гостей утренника антисептиками. По стране в регионах принимают совершенно разные решения. В Татарстане, например, будут пускать только одного родителя. А в Самаре на праздник пригласят только вакцинированных родственников. В нашем крае ограничений по QR-кодам пока нет. Создавать компьютерные игры просто главная фантазия. В этом убедились ученики школы номер пять. Ксения Калугина побывала на новом уроке цифры. Теперь вы пятиклассники. И наверняка проект урок цифры приготовил нам что-то интересное. И правда, сегодня пятиклассники школы номер пять попробовали себя в роли разработчиков компьютерных игр. На первый взгляд, очень сложная задача, но благодаря увлекательной простой программе все получается с первого раза. А важно ли стиль, дизайн? А если у меня не будет ни стиля, ни дизайна в игре, вы будете в нее играть? Нет. Злата Кочкина все знает о вреде компьютерных игр, но точно так же знает и о том, как сделать игру безопасной и увлекательной. В будущем себя видит именно программистом, чтобы создавать безопасные игры для детей. Ей самой нравятся игры про путешествия. Мне очень нравится урок цифры, и я рекомендую всем в России участвовать в уроке цифры. Я жду в следующем году, что будет какая-то игра в путешествия. То есть как в этом году, только еще наворочнее, покруче, больше профессий, больше заданий. Злату поддерживают и ее одноклассники, которые в восторге от такого интересного обучения. Урок цифры оказался таким увлекательным, что многие хотят связать свою жизнь именно с цифровыми технологиями. Мне нравится заниматься на уроке цифры, потому что мне очень интересно. Я узнаю очень много о профессиях и всякого. Я бы хотела стать в будущем, наверное, либо геймдизайнером, либо художником. И связать свою жизнь с этими профессиями. Урок цифры – всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс в игровой форме знакомятся с основами программирования. Программа на тематическом уроке обширная. Искусственный интеллект, исследование кибератак, разработка приложений – и это только часть направления программы «Кадры и экономика» национального проекта «Цифровая экономика». К уроку цифры подключаются даже родители. Урок цифры можно пройти как в классе, так можно и дома вместе с родителями. И, кстати, из опыта родителям очень интересно проходить с детьми урок цифры. Зачастую они даже детей не подпускают к компьютеру, а сами стараются сделать. Охват урока цифр действительно достаточно большой, поскольку в школе номер 5 есть подразделения поселки Железнодорожном и село Романово. Они также, как и здесь мы в главном корпусе, проходят урок цифры. Школьники всегда радуются очередному уроку, потому что проведенное время всегда проходит незаметно и с пользой. А наша героиня Злата теперь точно знает, на что обратить внимание при создании игр и уже формирует список разработок для школьников. Ну что, вам понравилось создавать игру? Да! Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. Декабрь – время подведения итогов. Накануне были озвучены имена тех, кто внес весомый вклад в экологию города. На награждении конкурса «Эко-имидж-2021» побывала Екатерина Зибзеева. Собранный и утилизированный мусор, новые молодые деревья и десятки экологопросветительских уроков в образовательных учреждениях – вот итог проделанной работы. Чистый воздух, прибранные улицы и прогрессивный город – все это не сказка, а реальность, над которой ежедневно трудятся сотни березняковцев. Накануне были подведены итоги акции, по результатам которой наградили самых активных экозащитников, вносили свой вклад в охрану окружающей среды, детские сады, школы, предприятия, организации и даже наши коллеги с радио «Европа-плюс». В мае ведущие радиостанции проводили эко-викторину и проверяли знания жителей города. «Европа-плюс» в Березняках. Всегда рады сделать жизни жителей города более музыкальной, более чистой, более экологичной. И мы, конечно же, не могли пройти мимо данной акции, с удовольствием поучаствовали в данном муниципальном проекте. И рады получить диплом. Усульский колейный комбинат компании «Еврахим» Березняковские экологи отмечают каждый год. Предприятия с момента образования участвуют в экологических инициативах муниципалитета и края. В текущем году комбинат был отмечен наградами за участие в акции по сбору макулатуры. Было собрано и передано на утилизацию 6,5 тонн. Кроме того, предприятие стало победителем в номинации «Спонсорская и благотворительная помощь», в том числе за поддержку благотворительной акции к 90-летию Березняков «90 лет 90 саженцев». Мы живем в этом городе и хочется что-то делать для того, чтобы у нас была обстановка экологическая была на высоком уровне. Но наш вклад сегодня, значит, мы участвовали в одной из предложенных акций. Это сбор, одновременный сбор макулатуры, пластиковые крышечки и батарейки отработанные. Также награду получили и сотрудники Березняковской полиции. Этой осенью они высадили в Комсомольском парке с десяток деревьев. Мы очень рады. Мы принимали участие во всероссийской акции «Зеленая Россия». И наши сотрудники отдела МВД по Березняковскому городскому округу совместно с ветеранами полиции садили осенью деревья. И эта акция очень важна. Мы очень рады, что приняли в ней участие. И сегодня мы получили за это диплом. Награды вручены. Итоги подведены. Сотни саженцев клена, барбариса, миндаля и березы теперь укоренились в парках и скверах нашего города. Это в дополнение к почти 200 тысячам саженцев ели. Тема борщевика, болезненная для березняков, постепенно решается. Этим летом было уничтожено более 160 гектаров ядовитого сорняка. Мы часто не задумываемся, что мы сами виновники того, что происходит. Мы сами не задумываемся, бросая бумажки мимо урны. Мы сами выезжаем в леса, срываем цветы, те же первоцветы, которые не все знают, что срывать нельзя. Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» будет проходить и в следующем году. Выйти на субботник, разбить клумбу во дворе, посадить дерево или сдать в пункт приема макулатуру или батарейки. Экология нашего города и страны начинается именно с таких простых вещей, для которых у березняковцев будет еще много времени. Екатерина Зибзеева, Сергей Антонович, Новости Вертникамья. Кого из молодых березняковцев отметили на городском уровне и как сотворить чудо для ребенка из малообеспеченной семьи? Об этом не только вы узнаете из второго блока выпуска. Оставайтесь с нами. Молодость – это время, когда ни почем любая преграда. Впереди еще много лет. Душа полна сил, а в голове кипят идеи. Только вот главное – энергию пустить в правильное русло. Самые активные представители березняковской молодежи по итогам этого года были награждены в эти выходные. Репортаж Екатерины Зибзеевой. Также планируется сделать вот здесь вот зону отдыха. Здесь вот мы развесим наши грамоты, которых у нас очень много. Стены, конечно же, покрасим. Черно-белые стены, мягкое напольное покрытие, турники и даже баскетбольное кольцо. 22-летний Артур Когут, капитан команды «Титан Клан», показывает новую площадку для тренировок. Помещение, конечно, ждет ремонт, но уже совсем скоро как участники команды, так и жители микрорайона смогут заняться воркаутом и джимбаром – уличными видами спорта. За старание положено наградам. Наш герой Артур был отмечен в номинации «Молодежная инициатива». Пишем проект на всероссийский конкурс, где можно выиграть миллион, и что позволит значительно увеличить прирост молодых спортсменов в наш вид спорта – джимбар. И таких людей в нашем городе много. Сегодня на премии «Молодежный лидер-2021» были награждены 40 человек в различных номинациях. Однозначно победителями стали те, кто вносили в жизнь города как можно больше красок. Кто-то писал и выигрывал грант, или же создавал новое творческое пространство. Кто-то организовывал волонтерские акции, или же привлекал молодежь к спорту, как наш герой Артур. Отличились и люди, активно работающие со студентами. Работа с молодежью всегда очень непредсказуема. И бывают такие моменты, что хочется немножко поругать, похвалить. Каждое мероприятие, наверное, оно все равно какое-то особенное. Несмотря на то, что год был не очень насыщен массовыми мероприятиями, жизнь молодежки не заканчивалась. Она кипела, бурлила. И вот это тот самый финал, итог года, который сегодня состоялся здесь. Мы наградили самых-самых из самых-самых. Кстати, сотрудники молодежки на достигнутом не останавливаются. В этом году, что почти подошел к концу, у молодежного культурно-досугового центра еще есть планы. А чтобы оказаться среди отличившихся в следующем, в 2022 году, дерзайте прямо сейчас. Екатерина Зибзеева, Сергей Антонович, Новости Верхникамья. Новый год уже на пороге. Весь город окутан атмосферой праздника. В детстве мы ждали Деда Мороза. А сейчас мы сами можем творить чудеса для тех, кто в них верит. На один день стала волшебником и наш корреспондент Ксения Калугина. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Все торговые центры преображаются. Их убранство радует глаз. Эта елочка находится в торговом центре Orange Mall. Да только она необычная. Украшает ее Дедушка Мороз и Снегурочка и не шарами и мишурой, а яркими конвертами. Дело в том, что эта зеленая красавица уже который год помогает детишкам из малообеспеченных семей верить в чудеса. Ведь родителям таких деток порой крайне сложно чем-то порадовать малышей. Но помочь им в этом можете вы. В акции «Елка добра» поучаствовать могут все желающие. В данный момент на «Елке добра» размещено 26 писем. И еще 30 писем мы отдали филиал «Азот» компании «Уралхим». Суть акции заключается в том, что каждый желающий, житель Березняков, может снять письмо с «Елки добра», приобрести подарок для ребенка. Активисты организации «Волонтеры-медики» как только узнали о старте, сразу решили внести свой вклад и сотворить хоть и небольшое, но волшебство. Мы волонтеры-медики и мы хотим принять участие в новогодней акции «Елка добра». У меня в руке письмо от Дарьи 6 лет. Она хочет большую куклу или бараби с комплектом одежды. Мы готовы подарить ей подарок. О чем мечтают дети? Куклы, машинки на радиоуправлении, игрушки. У детей постарше желание немного крупнее, например, телефон. Мечты разные, но все же выполнимые. Вот и мы захотели немного поволшебничать. Наша телекомпания просто не могла остаться в стороне от такой доброй акции. И мы тоже решили порадовать детишек. Василисе один годик, и она хочет мягкую игрушку. Ну что, пойдем выбирать? Конечно, ограничиться одним подарком не получилось. К акции вместе с нами подключилась и торговая сеть непоседа. Трое малышей совсем скоро обретут свой кусочек счастья. Ну что ж, мы купили подарочки для трех малышей. Вы тоже можете сделать доброе дело и порадовать ребяток. Для того, чтобы стать волшебником, необходимо взять конверт с елки добра и купить подарок. Кстати, оставить его можно здесь же, в торговом центре Orange Mall на стойке администратора. Либо привезти в молодежный культурно-досуговый центр по адресу Советский проспект 18. Пускай дети поверят в чудеса. Ксения Калугина, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья. Теперь горожанам не придется колесить по березнякам в поисках новогодних подарков, посуды и продуктов. В городе открылся гипермаркет низких цен «Маяк», где есть все для подготовки к Новому году. Где он располагается, расскажем в следующем сюжете. Эти выходные выдались насыщенными для многих горожан. В субботу они открывали предновогодний сезон шоппингом в новом гипермаркете низких цен «Маяк». Вместительная парковка, большие торговые площади, огромный ассортимент товаров. Здесь можно найти практически все для вашей семьи. Сейчас магазин работает в обычном режиме. Ждем вас, приходите. Здесь можно приобрести практически все. И бытовую технику, и продукты питания, и для детей игрушки, и творчество, и для наших любимых питомцев. Но давайте по порядку. Первым, что видят покупатели, когда заходят внутрь, это бытовая техника и товары для малышей. В наличии детская полиграфия, игрушки и ледянки для зимних забав. Рядом располагается прилавок с домашней одеждой и посудой. Тут же и бытовая химия, гели для душа известных марок, зубная паста, щетки и много других товаров вы найдете по очень выгодным ценам. Ассортимент магазина «Маяка» оценят заботливые хозяюшки. Вот, например, кондиционер «Ленор» 4 литра стоит всего 200 рублей, и средства для мытья посуды фэри 75 рублей. Согласитесь, очень выгодно. Ну а чуть дальше вас ждут находки для семейного чаепития, листовые сорта и в пакетиках чай известных марок, и также по выгодным ценам. Есть и кофе, смотрите, якобы с 200 граммов, всего за 200 рублей, и, конечно же, конфеты, мармелад и зефир. Глаза разбегаются. А вот и отдел с крупами. Большой выбор риса, гречки и каш. Например, рис пропаренный стоит всего 61,90. Рядом разнообразие джемов, консервов, тушенки и рыбы. В холодильнике вареной и копченой колбасы столько видов, что выбрать что-то одно трудно. Яйца в наборе по 30 штук, сыры и сливочное масло. Из гипермаркета «Маяк» без покупок не уйти. Думаю, что, подарки взяли, так, по мелочи всякие. Нормально? Вообще хорошее. Хорошее. Хорошее открытие, молодцы. Все вроде есть, все нормально, так. И цены хорошие, приемлемые, нормально. В гипермаркете «Маяк» приятно закупаться к новогодним праздникам. Большой светлый магазин с понятным расположением и приятными ценами. Две вместительные парковки, одна у центрального входа, а вторая за зданием. Достаточно повернуть направо, проехать зеленые ворота, и вы попадаете к отдельному второму входу. «Маяк» открыт с 9 утра до 9 вечера каждый день. Приходите и вы за выгодными покупками в семейный гипермаркет низких цен. Елена Силакова, Сергей Антонович и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья. А в эти выходные на правом берегу в Старом Соле впервые прошел фестиваль культурного наследия «Горный город». Он был посвящен одному из старинных городов Прикамья – Дидюхину. Ушедший в середине 20 века подводы Камского водохранилища в 19 столетии, Дидюхин носил статус «Горного города». Это давало особые преференции. Сегодня малой родиной Дидюхина можно назвать «Усолье», вблизи которого он располагался. Старый город стал эпицентром фестиваля. На площади напротив Спаса Преображенского собора звучала музыка в стиле фолк, поэтому гости праздника могли согреться танцами в морозную погоду. Либо же стать участниками интереснейших лекций, мастер-классов и даже модных показов. Линия талии, она немножко завышается, да, как клуб «Высокая талия». Например, историк из Екатеринбурга Вячеслав Печняк провел батл «Уральский лук», на котором наглядно показал, чем одежда дворянина отличалась от облика заводчанина 19 века. Фестиваль «Горный город» несомненно стал запоминающимся событием уходящего года. Первый день фестиваль стартовал в Перми, а сегодня приехал в Усолье. И даже холод, зима и снег и все прочее не помешали сегодня приехать сюда очень необычным, очень интересным событием. Я считаю, что вот такого формата фестиваля, как сегодня мы увидели, мы еще не видели. Также в рамках фестиваля прошел премьерный показ игрового художественного фильма «Продакшн-студии» и «Верхниками ТВ. Усольские тайны. Невероятное приключение в историю». В завтрашнем выпуске новостей мы пообщаемся с режиссером этой ленты Натальей Калининой, а также расскажем, как создавался фильм. Делайте новости вместе с нами, снимайте городские происшествия, проблемные ситуации или интересные события. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхниками». Мы ждем ваших сообщений в личные сообщения нашей группы ВКонтакте или на почту tnt.news.ru. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане. Наш выпуск подошел к концу. С вами была Мария Коноплева. Всего вам доброго и будьте здоровы! В Кудеснике суперакция для новоселов и не только. До 22 декабря на комплект входная и межкомнатные двери «Аргус» скидка до 22%. Выгода более 20 тысяч рублей. Успевайте, складские запасы ограничены. Спонсор прогноза погоды – компания «Сандалов». При покупке килограмма меда до полстоимости получите подарком. Мед с пыльцой, пиргой и маточным молочком. Встречай! Новый магазин «Домострой» по адресу город Соликамск, улица 20-летия Победы, 210. В честь открытия с 24 по 26 декабря. Скидки на весь ассортимент 20%. 15 декабря на территории Верхникамия синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В первой половине дня небольшой снег. В Александровске – минус 5. В Кизеле столбик термометра будет опускаться до отметки минус 6. В Соликамске – минус 4 градуса. В Березняках в среду температура воздуха ночью – минус 5. В дневные часы – минус 4 градуса. Атмосферное давление – 751 миллиметр. Ртутного столба. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. 15 декабря солнечная активность низкая. Геомагнитное поле слабо возмущенное. В Кудеснике – суперакция для новоселов и не только. До 22 декабря на комплект входная и межкомнатные двери «Аргус» скидка до 22%. Выгода – более 20 тысяч рублей. Успевайте, складские запасы ограничены. Свежий мед от компании «Сандалов». Купи 1 килограмм акционного меда, 2 килограмм за полцены. Купи 2 килограмма, 3 килограмм любого меда в подарок. Соликамск. 17 по 18 декабря. ДК завода «Урал». Любимый Соликамск родной. Встречай новый домострой. Новый магазин «Домострой» на 20-летие Победы 210. В честь открытия с 24 по 26 декабря скидка на все товары 20%. Домострой. Соликамск. 20-летие Победы 210.